В российской столице проживает более 193 тысяч участников войны, из них 151 тысяча – труженики тыла. Немногие из ветеранов пришли праздновать День Победы на Поклонную Гору, но все они были окружены вниманием прессы и молодых людей, которые дарили им цветы и поздравляли с праздником. Для нашего общества война стала временем возвращения к своей истории. А главное, многим из русских людей война помогла обратиться к Богу. Десятилетия атеистической пропаганды не смогли вытравить из народной памяти веру, и в страшные военные годы люди вновь потянулись в храмы и вновь вспомнили слова молитв. Верили Богу, ну знаете как, так верили. Мама была партийной, папа была партийной, а бабушка Богу верила, и меня за собой. Мы писем получали от дедушек, бабушек и все прочее, с молитвами, с пожеланиями. Вера была. Даже обаршалы ходили с крестами, и жены зашивали буддиры. Если крестики носили, так они носили у них под одеждой. Сверху никто не показывал, кто у него крестик. И в церковь ходили, там, где они сохранили силы, детей, и все, все как по науке. На фронтах Великой Отечественной войны наши солдаты защищали не просто политическую независимость государства, не какие-то отдельные границы территории. Под угрозу было поставлено само существование России и населяющих ее народов. Война сплотила людей, заставила почувствовать свое кровное единство. И на передовой, и в тылу, и в тяжелейших, порой нечеловеческих условиях, их воодушевляла общая цель – победа. А цена этой победы неизмеримо велика. Сегодня, как обычно, 9 мая, мы, наверное, покойников помянули больше, чем на вселенской понятии. И именно вера, обретаемая в сокровенных тайниках сердца, многим помогла пережить все те непостижимые ужасы, которые принесла в нашу жизнь безбожная власть, а затем и страшная война. Я надеюсь, что, как в те времена, в удлинении души у всех есть вера, которая и составляет тот фундамент, который позволял людям тогда противостоять врагу. Война была священной именно потому, что она смахнула с людей все наносное. Многие из тех, кто пережил фашистскую агрессию, в глубине души носили веру в Бога и хранили ее как высшую правду, как высшую ценность жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok